МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обеспечить полуостров живительной влагой. В Хрыму создают систему альтернативного водоснабжения. Надеемся, что с учетом этой встречи и дальнейшей работы мы плату за проживание постараемся уменьшить и привести в соответствие того, что есть в Российской Федерации. Студентам доступное жилье. На селекторном совещании в Симферополе обсудили цены на общежития. Рост цен на нефтепродукты и другие группы товаров обсудил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Кроме того, речь зашла об исполнении поручений, озвученных главой государства в послании Федеральному собранию. Подробности смотрите далее. Первое, на что обратил внимание президент – общее снижение цен на нефть. Притом на заправках ценники с каждым днем пестрят все большими цифрами. Глава государства дал поручение разобраться в ситуации. На 10% на 1 декабря увеличились цены на нефтепродукты. При снижении мировых цен на нефть на 35%. Но и это еще не все. И это бы не вызывало так особых вопросов, хотя они, безусловно, есть. Но основной рост зафиксирован в розничном сегменте, в то время как в оптовом цены снижаются. Это как вообще понять? А куда ФАС тогда смотрит? Уделили внимание и подорожанию других групп товаров. Министр экономического развития Алексей Улюкаев отметил – общие показатели пока в норме. Объясняются они объективными причинами, в частности, курсом валют. Единственная группа товаров, которая выбивается из общей массы – лекарства. Есть одна важная товарная группа – это, значит, сердечно-сосудистые средства, это валидол, волкардин, высокий рост. Если мы все остальные возьмем товарные группы по лекарству, привязочные средства и так далее, то видим, что рост не выше, чем в среднем инфляции. Давайте договоримся, что и федеральные антимонопольные службы, и другие контролирующие организации при вашем методическом сопровождении будут заниматься постоянно изучением этого вопроса, с тем, чтобы не допустить со стороны участников рынка таких действий, которые никакими объективными обстоятельствами объяснить невозможно. По словам Алексея Улюкаева, динамика роста цен скоро нормализуется. Важную роль в этом процессе должны сыграть два фактора. Первый – стабилизация курса рубля. Второй – развитие программы импортозамещения, результаты которой должны проявиться в ближайшее время. Виталий Попач, «Время новостей». Пресной воды в Крыму осталось не так много. На это повлияло как длительное отсутствие дождей, так и то, что 9 месяцев назад Украина перекрыла Северокрымский канал. Другие водоемы также практически пусты. Как на полуострове решают проблему дефицита оживительной влаги, смотрите далее. Запасы пресной воды на полуострове постепенно истощаются. Например, резервный источник для Севастополя – Межгорное водохранилище. Если использовать неприкосновенный запас, это ещё 3 миллиона, где-то числа до 20 января. Один из способов решения проблемы – бурение новых скважин. Есть уже и первые результаты работы. Под Севастополем на глубине 70 метров появилась вода. А вот эти скважины, которые мы сейчас бурим, это промышленный масштаб, это большие диаменты, это большие глубины. Поэтому абсолютно реально обеспечить водой Севастополь, ну и Крым тоже самое. Однако Крыму воды нужно гораздо больше. И по-настоящему решить проблему помогут вот такие опреснительные установки, которые за несколько минут превращают солёную воду в пресную. Набираем чистую воду из установки, которая буквально 10 минут назад была морской. Эти опреснители крымские инженеры разработали сами. Аппараты уже несколько лет обеспечивают водой гостиницы и предприятия в прибрежном посёлке Новый Свет. Стоимость такой воды в три раза меньше, чем из скважины. И в 10 раз – той, что привозят автоцистернами. Эта вода лучше. Почему? Потому что Санпин даёт максимальный предел содержания солей в воде. И он более 1000 миллиграмм солей на литр. А мы делаем её близкой к воде, которую должны пить люди-долгожители. Чтобы Крым и Севастополь были полностью обеспечены пресной водой, власти республики принимают все необходимые меры. Бурят скважины, начали перекладывать водоводы и водопроводы. При этом у нас идёт сейчас в том числе формирование пилотных проектов по опреснению в городе Судаке. Если там сейчас он удачно, то будет полностью отрегулировано. Все приморские города будут поставлены на опреснительные установки. С тех пор, как Украина перекрыла Северокрымский канал, прозвучало множество заявлений киевских чиновников о переговорах с руководством Крыма. Однако озвученная стоимость таких предложений говорит сама за себя. Я смотрю на действия украинских чиновников, но чем быть дитя не тешилось, лишь бы не плакало. То есть они предлагают такие безумные проекты, на которые, понятно, изначально никто не пойдёт. Ну то есть делается это, скорее всего, просто для отвода глаз, как бы показать, что мы же неумышленно это делаем. Пожалуйста, мы предлагаем цену. Цена там 150 раз выше рыночной. Платить такую цену за воду нет смысла. Только налаживание собственной системы опреснения и реконструкция коммуникации могут сделать полуостров по-настоящему водонезависимым. Людмила Чернова, Время новостей. Ряд налогов будет снижен. Симферополь получит официальный статус столицы, а крымчане – дополнительный праздник, если проекты соответствующих законов утвердят во втором чтении. Очередная сессия Госсовета Республики выдалась плодотворной, но не обошлось и без скандалов. Проект одного из законов предложили снять с голосования. Чем закончились горячие дискуссии, знает Екатерина Сабинина. Первый вопрос на сессии – принятие главного финансового документа. Парламентарии поддержали во втором чтении законопроект о бюджете Республики Крым. Спикер парламента Владимир Константинов отметил, раньше о таких баснословных суммах полуостров мог только мечтать. 62 миллиарда денег для Крыма – это колоссальный финансовый ресурс. Его еще задача освоить, его реализовать. Мне сегодня даже сложно сказать, что какие-то критические замечания социальные, все выплаты гарантированы, все заработные платы в повышенном объеме гарантированы, в том, в котором уже утверждены. Мы утвердили все штатные расписания, все должности, решили все вопросы, которые были. Мы не отказали ничего и никому. На развитие тоже суммы более чем значительные, на одни дороги 4 миллиарда рублей. Всего же во втором чтении парламентарии приняли 17 законов. Среди них ряд актов, направленных на сферу социальной защиты населения. После принялись обсуждать проекты законов в первом чтении. Депутаты Госсовета решили снизить ряд налогов в 2015 году по условиям деятельности в рамках свободной экономической зоны. Налоговая ставка устанавливается в случае, если объектом налогобложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается 3% вместо 6%. В случае, если объектом налогобложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 7% вместо 15%. Но понятное дело, что принятие данного закона позволит снизить налоговую нагрузку на налогоплательщиков. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2015 года, если пройдут второе чтение. А вот законопроект о курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым наделал в парламенте много шума. Депутат Госсовета Сергей Шувайников раскритиковал предложенные Министерством курортов варианты кластеров развития рекреационной территории в Тихой бухте поселка Коктебель. Мне депутату, почти неискушенному человеку, наивно предлагают поверить, что на территории ландшафтного памятника природы строители за бюджетные деньги вместе с инвесторами построят для организованных туристов асфальтовую дорогу, воздвигнут берегу ропительные буны, построят набережную с электрическими фонарями, сородят очистные сооружения с большой емкостью, проведут водопровод с питьевой водичкой, и при этом ни одного капитального здания построено не будет. Заявляю, как гражданин России, крымский патриот, от имени всех, кому не безразлична уникальная природа нашей малой родины, руки прочь от Тихой бухты. Профильный министр Елена Юрченко объяснила, федеральная целевая программа нацелена на развитие инфраструктуры уже существующих туробъектов, а не на строительство новых. Если бы депутат, который сейчас выступал, внимательно прочитал все объекты, которые вошли в этот кластер, то внимательно бы увидел, что там есть реконструкция набережной, здесь сидит глава администрации, там есть освоение горы Клементьева в плане создания воздухоплавательного центра, и там есть пляж в Тихой бухте, пляж, дорогой и уважаемый мной депутат. Я являюсь не менее патриотом, чем вы. Понимаете, не менее патриотом, чем вы. Я дочь контр-адмирала, героя России, праздник которого вчера был. В ответ на это народный избранник даже пригрозил своим уходом из Государственного Совета Республики. Сергей Иванович, ну как ты себя ведешь? Ты же депутат со стажем, а не человек, который пришел с улицы. Министр, женщина, кстати говоря. Тихую бухту не трогайте, я вам сказал. Иначе я брошу депутатский мандат. Несмотря на горячие дискуссии, предложение снять этот законопроект с голосования не прошло. Депутаты все же утвердили его в первом чтении. А вот проект закона о статусе столицы Республики Крым в городе Симферополе приняли без споров и конфликтов. Спикер парламента Владимир Константинов отметил, раньше инициативу крымских парламентариев о статусе столицы украинские коллеги не то, что не рассматривали, а попросту игнорировали. Сейчас же этот вопрос решается исключительно в стенах Государственного Совета Республики. Первое чтение позади. За 66 голосов. Симферополь наконец стал столицей. Если до этого это была символическая столица, то сейчас она наконец стала реальной столицей. Здесь принимаются законы, мы с вами, какие сегодня важные законы приняли. Мы влияем на жизнь крымчан, на экономику, на очень многие процессы. Поэтому жизнь правовая накипит, поэтому образ столицы уже обретает реальные очертания. Поэтому этот законопроект очень своевременно, мы будем его тщательно прорабатывать и поддерживать. Кроме прочего, в 2015 году на полуострове может увеличиться количество праздников. Один из них будет главным для всех жителей полуострова, независимо от национальности и социального статуса. Предлагается 16 марта установить День Республики Крым и объявить его нерабочим праздничным днём. В случае, когда День Республики Крым выпадает на субботу или воскресенье, выходной день предлагается перенести на следующий, после праздничного, рабочий день. Согласно этому же законопроекту, глава Республики имеет право по просьбе представителей конфессии своим указом объявить тот или иной религиозный праздник нерабочим праздничным днём на территории полуострова. Кстати, такой опыт уже есть. Напомним, национальные праздники крымских татар Курбан и Ураза-Байрам в этом году впервые стали официальными праздничными днями. Эти и другие законопроекты уже во втором чтении рассмотрен 24 декабря, на последней в этом году сессии Государственного Совета Республики. Екатерина Сабинина, Игорь Романенков, Время новостей. Точная информация, оперативность и открытость – таковы критерии, которые ставит правительство перед всеми пресс-службами крымских министерств и ведомств. По мнению министра внутренней политики информации и связи Дмитрия Полонского, чиновники должны быть максимально открыты к диалогу с обществом. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с представителями информотделов Совета министров. Совет министров Республики Крым станет максимально открытым для представителей СМИ. С нового года журналистам упростят процедуру аккредитации. Теперь оформить её необходимо будет только один раз. Если регистрация подтвердится, медийщику выдадут удостоверение, благодаря которому он беспрепятственно сможет выполнять свою работу в здании правительства. Для аккредитации журналистов в Совете министров Республики Крым никаких забюрократизированных порядков, положений, приказов не будет. Единственным основанием, которое нам нужно, чтобы срегистрировать и аккредитовать журналистов, будет официальное письмо от непосредственно того средства массовой информации, чьи работники будут аккредитованы в Совете министров. Всё, больше нам ничего не нужно. Кроме того, профильный министр отметил, нередко от журналистов поступают жалобы на закрытость чиновников. Это касается руководства большинства министерств и ведомств. Дмитрий Полонский считает это недопустимым. В качестве примера приводит работу главы Республики Крым, который всегда готов к диалогу с журналистами. Есть прямое указание главы Республики. Более того, он своим примером демонстрирует, как нужно общаться с прессой. Я сегодня сказал, что вряд ли у кого-то из министров или руководителей служб есть более загруженный график в нашей Республике, чем у главы. Но если глава при всей своей занятости находит время пообщаться с журналистами, дать интервью, дать комментарий, подойти на брифинг, дать пресс-конференцию, то я не могу понять, почему этого времени не могут найти отдельно взятые министры или руководители каких-то структурных подразделений Совета министров. Оценить открытость чиновников и их пресс-служб Дмитрий Полонский предложил самим журналистам. По его мнению, только они могут дать объективную оценку. Сейчас активно в социальных сетях, на различных сайтах проводятся рейтинговые опросы и голосования по поводу того, какая пресс-служба является наиболее эффективной, какая хуже всего работает со СМИ, какие службы работают лучше. Вот мы в основе оценки своей деятельности и деятельности наших координируемых нами пресс-служб будем обращать внимание на то, что говорят коллеги-журналисты. И те рейтинговые голосования будем принимать к работе. Ольга Савенко, Денис Тищенко, Игорь Романенко. Время новостей. Внимание у жителей Крымской столицы, руководителей предприятий и организаций. Симферопольский филиал Крымского республиканского предприятия «Вода Крыма» информирует. В связи с выполнением работы по перекладке аварийного участка водовода с 12 декабря 2014 года по 31 января 2015 в городе вводится временное ограничение подачи воды. Ограничение вводится в районах проспекта Победы, улиц Глинки, Кубанская, Лермонтово, Кичкемецкая, Куйбышево, Белокуно, Беспалово, Зойрухадзе, Родионово и Радищево, а также в микрорайонах Марьяна, Каменка, Хошкильды, Акрополис, Айкован, Белое-4, Белое-5 и Белое-6. Время отключения утром с 6 до 10 часов и вечером с 17 до 23.00. Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ. Горводоканал приносит свои извинения за причиненные неудобства. В российском Крыму впервые отпраздновали Международный день защиты прав человека. Сделать это решили в непринужденной обстановке с песнями, танцами и с участием представителей разных этнических общин. Впрочем, это событие стало праздником не для всех. Кое-кто все же решил использовать его как повод для провокации. Ни пасмурная крымская погода, ни будний день не стали помехой для нескольких сотен крымчан самого разного возраста. Международный день защиты прав человека они провели в парке имени Тренева в крымской столице. Организаторы решили отойти от традиционных канонов официальных собраний. И все сделали, как и полагается, на любой праздник. С песнями, танцами и творческими номерами. Это особенно важно, ведь в отличие от предыдущих лет, когда этот день становился скорее поводом для выяснения отношений и решения определенных политических задач, сейчас все иначе. Русские, украинцы, греки, болгары, немцы и крымские татары собрались вместе. Теперь они не выясняют отношения, а живут в мире и согласии под единым российским триколором. Мы видим, что государство не оторвано от проблем полуострова и его жителей. Как пример, хочу привести указ президента Российской Федерации от 21.04.2014 года, номер 268, о мерах, о реабилитации. В Украине этого не было принято. Все знали об этом дне, может быть, говорили, но не праздновали. Этот день очень важен, потому что права человека – это тот багаж, с которым он может достойно идти по жизни, идти достойно, идти с честью. Последнее, кстати, получается не у всех. Взять, к примеру, некоторых крымско-татарских общественных деятелей. Бытность Крыма украинским они чувствовали себя достаточно вольготно, просто потому, что все было, как говорится, схвачено. Грантовые деньги капали на счет, а политика антироссийской пропаганды цвела и процветала. Но когда жители республики, в том числе и крымские татары, референдумом сказали «нет» в межнациональной вражде, часть из так называемых борцов за свободу, так и не поняли того, что старые лозунги уже ничего не значат. Есть и конкретный пример – Эскендер Бориев. Этот человек на словах позиционирует себя как защитник крымско-татарского народа. На деле же делает все, чтобы подорвать стабильную межнациональную ситуацию на полуострове. Его новый ход – пресс-конференция в День защиты прав человека. Перед ее началом обязательные процедуры. С десятой попытки закрепляет баннер, над ним фотографии Мустафы Джемилева. И понеслась полчаса самолюбования. То, чем я занимался на протяжении этих 20 лет, ну, наверное, люди более-менее сведущие и знающие знают, чем я занимался в Крыму и какая моя деятельность была на что направлена. Вот только, к сожалению для Бориева, о его деятельности действительно знают многие, особенно те, кто успел с ним поработать. Эйваз Умеров – руководитель крымско-татарского молодежного центра в Судаке, почетным президентом которого является Эскендер Бориев. Чьи методы ведения дел, подкрепленные зеленой купюрой экс-лидеров Меджилиса, уже привели к тому, что с ним отказываются идти бок о бок многие недавние соратники, в том числе и Умеров. Минут 15-20 мы сидели, слушали ихнюю пресс-конференцию и все ущемление свелось к тому, что этим трем людям, у которых ни электората, ни последователей, никого нету, что именно их ущемили, не дали им провести какое-то мероприятие. Сколько знаю этого человека, а уже порядка 10 лет я его знаю, 5 лет мы с ним дружили, этот человек всегда занимался непонятными вещами. Все взбудоражить вокруг себя, всколыхнуть, преподать все в неверном свете и зарабатывать на этом определенные дивиденды. Взбудоражить удалось точно. Посреди пресс-конференции кто-то облил Бориева и его соратников зеленкой, но судя по тому, что ни один из опальных слуг народа в момент случившегося и глазом не моргнул, закрадываются смутные подозрения. Не повернулись, посмотри, откуда во что, ну когда на человека что-то падает, естественно оборачиваются. Никто не повернулся и дальше спокойно попыталась ввести с конференции. Как бы для самопиара я бы не исключил бы эту возможность. Как бы то ни было, провокация не удалась. Об этом можно говорить точно. Кремчане разных национальностей дружно отметили Международный день борьбы за права человека, наглядно доказав одну простую истину. У кого правда, тот и прав, а кто настроен на конфликт, тот в зеленке. Василий Иванов, Алексей Романов, Время новостей. Бороться за права человека в контексте межэтнического взаимодействия решили активисты общественной организации «Молодая гвардия». Для работы в этом направлении был создан совет по вопросам межнациональных отношений. Чем конкретно будет заниматься новая структура, знают наши корреспонденты. Круглый стол активисты приурочили к Международному дню защиты прав человека. В Крыму, по их мнению, вопрос стоит довольно остро, поэтому они решили бороться не только за права людей, а народов в целом. Молодежь должна быть локомотивом и неким связующим звеном. И если в молодежной среде будет это понимание, взаимное уважение и мир, дружба, то я думаю, что это распространится и в целом на всю нашу крымскую большую семью. Члены новосозданного совета решили не изобретать. Велосипеды собираются перенять опыт тех многонациональных регионов, которые уже имели дело с подобными вопросами. «Мы знаем, что в России уже есть опыт. Это республика Татарстан, республика Чечня, в которых, по сути, эта программа развития народов, она выполнена на пять с плюсом. И Крым должен стать еще одним регионом, который добавится сюда. И я думаю, что у нас это получится, мы будем прикладывать все усилия». Молодых активистов пришел поддержать председатель крымского экспертного клуба Александр Форманчук. Он выразил уверенность в том, что у ребят все получится. Тем более, что появление таких организаций – явление вполне закономерное. «Я многих ребят знаю здесь, и это люди разных национальностей, это ребята, которые действительно горят желанием создать вот то ядро молодежного сообщества, многонационального, которое действительно могло бы работать на интересы Крыма и на интересы России». На первых порах Совет будет в основном освещать проблемы разных национальностей. Кроме того, планируется оказывать помощь в организации различных массовых мероприятий. В дальнейшем планируют подготовить программу развития народов, в которой сделают акцент на образование и культуру. Виталий Попач, Олег Черемисин. Время новостей. Цены на проживание в студенческих общежитиях в следующем году станут ниже. На селекторном совещании партии «Единая Россия» обсудили введенные нормы оплаты за жилье для учащихся. Больше о будущих стандартах знают наши корреспонденты. Эльвира Ямирова и Анастасия Кутя – студентки ТНУ и живут в общежитии номер 4. Комната соответствует всем стандартам. На двоих человек 12 квадратных метров. Топят хорошо. А самое главное для студента – цена доступная. Сейчас стало подешевле. Когда мы были при Украине, у нас было 500 долларов в год, как иностранные студенты. Сейчас для всех студентов по 6 тысяч рублей в год. Душ, горячая вода утром и вечером, кухня. Думаю, что все хорошо. Меня очень хорошо приняли, мне это очень понравилось. Я так не ожидала. И вот к Эльвире попало, все хорошо. Мне так понравилось. Думаю, конечно, будет хуже. Всегда боялась общежития. А тут так хорошо очень. Студенткам очень даже повезло. Ведь кое-где на территории России, к примеру, в Нижнем Новгороде, платят за месяц проживания в общежитии до 4 тысяч рублей. Хотя есть регионы, где эта плата не превышает и 50. Средняя плата за проживание в общежитии в Республике Крым составляет где-то 400-500 рублей. Я надеюсь, что с учетом вот этой встречи и дальнейшей работы, мы плату за проживание постараемся все-таки немножечко уменьшить и привести ее в соответствии с того, что есть в Российской Федерации. Сейчас серьезной проблемой для многих российских студентов является то, что в некоторых регионах те, которые учатся по контракту, платят за общежитие в несколько раз больше, чем бюджетники. В Крыму же этой трудности удалось избежать. Проблема, которая у нас появилась, она появилась конкретно от отсутствия взаимодействия со студенческими коллективами. Поэтому в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы, во-первых, проводилась работа, чтобы студенты знали о своих правах и действительно, во-первых, имели на руках, наверное, основные документы, которые должны быть в том числе и договор. Они должны знать обязательно о том, что начисляется и должны быть активны. Сейчас в республике цену за проживание в общежитиях намерены снизить за счет федерального бюджета, который покроет часть затрат за электричество и отопление. Новые условия оплаты, которые подсчитают для каждого вуза индивидуально, станут известны уже в 2015 году. Достаточно доступные общежития для студентов, предоставляется достаточно большое количество мест, но все равно соблюдается тенденция, сохраняется тенденция того, что студентов претендует больше на те места, которые имеются. Поэтому имеет смысл расширение студенческих общежитий, соответственно, для предоставления большего количества мест. Сейчас в республике создается рабочая группа, которая будет следить за тем, чтобы студенты не переплачивали больше установленных норм за проживание в общежитиях. Проверки начнутся уже в начале следующего года. Дмитрий Попов, Алексей Романов, Игорь Романенков. Время новостей. Мастер-классы, творческие встречи, показ фильмов и концерты. С программой «В Крым» прибыли народные артисты и ведущие преподаватели Всероссийского госинститута кинематографии имени Герасимова. После посещения Севастополя и Ялты в ГИКовцы приехали в Симферополь. Как прошел их день в крымской столице, знает Ирина Гратила. Одним из мероприятий «Дня в ГИКов» в Симферополе стал мастер-класс по анимации. Все желающие связать свою жизнь с созданием мультфильмов смогли перенять опыт мастеров и познакомиться с последними тенденциями и возможностями компьютерной графики. Надо сказать, что молодежь полуострова все больше интересуется этим жанром. Мне сказали ваши коллеги, что она очень популярна, что все очень заинтересованы. И даже в дальнейшем, если молодой человек себя видит или девушка другой специальности, творчество, всегда поможет реализовать себя, свои мысли, реализовать себя как полноценную личность. Атидаль увлекается режиссурой и уже опробовала свои силы в анимации. Ученица восьмого класса создала мультфильм по роману Стивена Кинга с участием кукол. Я в мультипликацию пришла через режиссуру. Вдохновил меня режиссер Гай Ричи. Мне очень сильно понравилась моя кинолента «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». В ГИК единственная отечественная киношкола, у которой есть учебная студия с полным технологическим циклом для производства фильмов. Её выпускники – известные актёры театра, кино, режиссёры, сценаристы и другие представители экранного искусства. В Министерстве культуры Республики ещё в марте предложили идею создать филиал университета в Крыму. Но для этого необходимо основательно подготовиться. Необходимо иметь не только какое-то помещение приспособленное, но там должен быть хоть какой-то маленький съёмочный павилённый, съёмочная аппаратура должна быть. Это всё достаточно дорогостоящее. Мне кажется, это надо решать через помощь Федерального министерства культуры по спецпрограмме. Ну а пока в Крым будут приезжать преподаватели с курсом лекций. Опыт уже есть, тем более публика принимает тепло. Я доволен, что аудитория была заинтересована не только проблемой состояния кинематографа, что с ним происходит, какова его перспектива. Но проявили живой интерес и к такой уникальной основополагающей профессии, как кинооператор. Министр культуры республики Арина Новосельская поблагодарила творческую команду ВГИКа за тот опыт и знания, которые получили от неё крымские студенты. Огромное вам спасибо за предоставленную Крыму возможность, чтобы вы нашли правильным и нужным завершить и сделать акцент, кульминацию в год культуры, которые близятся к своему завершению и ваш творческий маршрут завершить в Крыму, в российском Крыму. Роль Крыма в истории российского кино трудно переоценить не только потому, что живописные просторы полуострова всегда вдохновляли отечественных режиссёров, но и потому, что именно с ним связаны важнейшие вехи становления нашего кинематографа. Ирина Гротила, Сергей Евсеев, Денис Тищенко. Время новостей. И пока это все новости к данному часу, но мы не прощаемся с вами и продолжаем следить за развитием событий на полуострове.